Вот таких надо мужчин. Маленьких, плегавеньких. О, красавчик мужчина. Давай рассказывай, что хотел. Звука, что ли, нет? Может уже хватит, а? Мышка сдохнет! Мышка сдохнет от обжорства! А я... А я развлекаю вас, друзья. Я подарю тебе звезду. Папа, видите? Так. Я пешком. И еще полтора часа. Калинка, Калинка, Калинка моя. Сад ягод, Калинка, Калинка моя. А злых всех противных оставляем в прошлом, в 2019 году. Доброе утро. Время 9 часов утра. Эта девушка сумасшедшая не спит. 31 число. У нее тут все кипит. Бурлит. Что ты грешь? Завтрак. Половленный сыр с этим. Завтрак экспромта. Я тоже хочу. Кофе и... Ну, ураг, форум или побольше? И с довольной тортом. Время еще даже 9 нет. Я все. А на улице-то у нас, посмотрите, снежок выпал. Ура! На улице снежок. Так, еще есть погорелая кошка. Убери у нее закатку. Убери у нее закатку. Мурчит и просит жрать. Еще просит жрать. Она знаешь, с какого времени? Я в 4 утра вставала, она просила есть. То есть ты такая, крашеная, вставала. Вот слышала, что кошка просит есть и даже не дала есть. Да, не дала. Потому что она после того, как она есть, она потом идет какать. И у нас всех будет. Вот моя деловая девочка младшая. Начинает завтракать. Пол-двенадцатого. Все у нее дела. Дела какие-то там, порядки наводит у себя. В игровой комнате, в домиках. Чем ты завтракаешь, Катюш? Ню. Это творожок у тебя, да? Творожок с бананом и с йогуртом, с греческим. Да, Катюш? Приятного аппетита. А тем временем уже прошло сколько-то часов. С девяти, пол-двенадцатого. Уже овощи все почищены, сварены. И Лиза начинает резать салатики. Что ты так крупно режешь? Вставайся, Мария. Татья моя, Ладка, уже даже успела искупаться. Помылась. Честненько. Помылась, помылась, побрилась наша девочка старшая. Красавица. Ножки стройные. Ножки. О, даже икры есть. О, икры накачала. Кипит, надо ее, наверное, прибавить. Или она уже готова. Я не знаю, ты за ней смотрела, я в душу ходила. Я занята. Занята она, моя хорошая. Занята она. Да. Да мы тут фигня его куда-то страдаем. Так, ну ты какой салат первый делаешь? Оливье. Оливье пошел в ход. Яйца еще не поставили. А ты кастрюлю не помыла, я освободила кастрюлю. Через сколько будут готовы салаты? Через часа. Не знаю, часов, может, 5-8. Часов в 5-8 будут готовы? Че так поздно? Тебе помочь? Четыре, мать их, салата и еще три закуски. Мне еще нужно готовить блинчики. Заметьте, это все она сама придумала. Я тут ни при чем. Да, Катюш. Ох, какая красавица девочка. Мне, кстати, еще надо в магазин быстренько сбегать. Он пол-двенадцатого уже подходит. Вот он наш тортик. Папа у нас на работу, наша папа вызвали. Наша папа на работе. И вот тортик. Та-дам! Ой, мама дорогая. Сейчас. Если он упадет, мама. Мама, так ради маму жалко. Это будет плачевно. Варятся яйца. Осталось положить горошек. И яйца. Пока варятся яйца, осталось положить горошек. Осталось положить горошек и яйца. Просто гениально. Хватит столько горошек или мало? Да, хватит. Так, сейчас у нас яйца сварятся. И достанем еще одну банку горошка. Мы положим. Да, прицепик. Ну, мне, наверное, звонят. Хорошо. И мама... Нет, она тут вот это самое. Сечки мои. Нет, это она снимает, так я олюбье делаю. Давай, давай, давай. Мне звонят. Что ты добавляешь? Розмарин. Розмарин? Ага. О, какой аромат. А что там еще у тебя? Лук, перец, соль, розмарин. Аромат обалденный. Лизонька, доченька, уже 4 часа дня. Лиза не уставая, не вставая, не приседая, готовит новогодний стол. Ой, какой аромат. С розмарином. Капа только что пришел с работы. Ой. Катя приподнятое настроение. Ей весело. Зачем ты порвала все? Ей весело. Она ждет... Она ждет подарки свои, не может дождаться. Время уже без 15.04. На улице идет дождь у нас. Скоро весь снег опять растает. Да, салатики уже все готовы, кроме одного. Остался салатик последний с морепродуктами. Наш любимый. Да, может тогда и не будем много ждать. Все, поели? Все, спать. Всем спать. Так вот, пока что я стояла, готовила мусс из селедки. Я вообще все готовила. Такая стоя, думаю, господи, кому такая прекрасная девушка достанется? Не пьет, не курит, готовит охренительно. И такая, ну, господи. Сама себе завидуешь, да? Потом сама стояла и ржала над собой. И все она вычищает. И все она вычищает. Чтобы все-все-все было идеально. Середка под шубой, оливье, говядина. Три салата уже на балконе охлаждаются. И там еще мусс. Папа только что пришел с работы, наш работяшка. Да, Вячеслав Иванович? Пришлось выйти. Не могут, незаменимый он у нас. Нету на работе таких, как... Поперекладывал бумаги с одного места в другое. Совершил подвиг. Молодец. Продолжается подготовка к Новому году. Моя дочь решила еще сделать блинчики с красной рыбкой. Я уже говорю, может, хватит. А она говорит, нет, надо блинчики еще. Есть уже четыре салата, закуска, красная икра. Блинчики Лиза любит замешивать вручную, несмотря на то, что есть два миксера. А ей нравится... Три миксера. Три миксера. Ей нравится ручной труд. О, папа проснулся. Ура! Еще Новый год не наступил. Ты проснулся? Папа. Ты пришел нам помогать? Папа такой, да как, да садись. Вкусно съесть. Опять спать? Опять поспать. Нет, подожди. Смотри, Лиза уже блинчики начала делать. Он опять поспал немного. Я заварила. Вкусный чаек. Вот в таком замечательном чайничке-снеговичке. Чай с мандариновыми корочками, с имбирем. Ммм, такой ароматик вкусненький. Ты будешь лезть чай пить? Или ты блинчики нам сделаешь к чаю? Я блинчики делаю не к чаю. Не к чаю? Давай я сгубу. О, помоги, помоги, доченьки. Я говорю, я готовлю. Махар. Я кололю. Чтобы потом у тебя не было никаких претензий к ребенку. Я заметь, я все помыла. Я всю посуду помыла. Заметь. Пальцы отвалят. Заметь. Заметь. А вы не могли поменьше эту тарелочку выпить? Все занято. 7 литров. Все занято. А вот это вот, кстати, книга рецептов, которую подарила... Вот это вот книга рецептов. Папа, а ты можешь новый календарь повесить? Да. Давай, пап, сделай подвиг. Последний в этом году повесь календарь. А теперь у нас будет сплошной сыр в этом году. Вы не скажете, вот у всех так дети себя ведут на камеру или нет? Кать, что с тобой? Кать, у тебя же нормально все? Это же Great Box Vlog. На нем уже все угодно можно делать. Да, на своем канале ты себя ведешь прилично, да? А на Great Box Vlog можно делать все, что угодно, да? Да. Вот у тебя как логика срабатывает. Я поняла. А еще, смотрите, у папы вот здесь живет китаец. Посмотрите. Вот он улыбается всегда. Китаец всегда улыбается, передает вам привет. Улыбнись, китаец. Улыбнись. Оп, опять китаец улыбнулся. А где у нас резиночка? Резиночка? Пап, найди резиночку. Где резиночка? Эй! Эй! Он ищет квадратик, что ли? Да, он резиночку ищет, ага. Итак, наши блинчики уже начинают готовиться. Как мне получается? Да, Лизонька, смотрите, уже профессионально переворачивает блинчики. Опс! Блинчик горячий. Вот, Лиза, ну больно же горячо. Кто-то тебе там все пишет. Я не знаю. Сколько потеряла калорий за сегодня? Много. Когда готовишь, короче. Хочу блинчик, хочу блинчик. Кто будет к чаю с блинчиками? Да нет! Горячий вкусный блинчик. Блин! А, мне как раз блинчик к чаю. Вот видишь, когда вот сильно что-то хочется, всегда что-то получается. Не так же хреново. Блинчик к чаю, маме. Блинчик к маме к чаю. Знаешь, вот на самом деле, бойтесь мечты, ваши мечты сбываются. Так, срочно пошла я себе чай наливать вкусненький. А вот наши подарочки. Мам, а еще, кстати, мне так кажется, что это, кстати, размер куклы в снэпс-старте. Мне так кажется, что там в снэпс-старте. Может быть, тебе и повезет. А потом, чтобы Лото и полюбила. И снова 3 сентября. Папа, не только забыл эту песню. Вот так вот весело мы готовимся к новой. Я подарю тебе звезду. Папа, видите, сам моет посуду, помогает. Ой, какая. Это можно съесть? Вкусненько. Видите, как она режет профессионально. Осталось теперь накрыть на праздничный стол. Завершается приготовление блинчиками. Вот так папа засолил вчера, позавчера вечером. Какая же вкуснотища. Главное, чтобы тело не устало есть. Чтобы тело не устало есть. Вот такая вкусная колбаска. С семушкой. И крем-чиз. Вот кремчик. Еще блинчик. Еще кремчик. Еще рыбка. Еще блинчик. Еще кремчик. И шпаль. Вот такие солдатики. Солдатики. С красными. Еще будут вот такие каперсы. А тут кипит работа. Последние штрихи к Новому году. Хотите сока? Хотим. Может быть, мне голос восстановится. Посмотрите, папа выдавливает свежий выжатый апельсиновый сок ручной работы. Эх, надавлю. Давай, давай, дави. Вот здесь можешь давить по полной. Молодец. Я могу и в другие места давить. О, а здесь икра у нас киты. Отборная. Правильно, кстати, мальчик не наврал. Хороший мальчик, да, нам продал? Икра. Это самое любимое блюдо моей дочери. Еще сыр любит. Она сыр любит. Не пьет спиртное. Прям выгодная девка. Ну, красную икру, конечно, ест. Невыгодная, мама. Невыгодная. Выгодная. Вот здесь один салат. Здесь другой салат. Третий. Четвертый. Здесь у нас бутербродики. Ну, все она сделала. А хлеб они порезали. Все это приготовила моя доченька. Я даже, я даже палец о палец не ударила. У меня даже слов нет. И все время она отворачивается. Плячет свое, плячет свое красивое лицо. И снова третье. А, забыла. Еще намазка, напомазка у нас здесь. Типа, как называется? Намазка напомазка. Типа форшмака, но более диетическая. Да, типа форшмака, но более диетическая. Гляньте-ка, гляньте-ка. Она себе салат под шубой сделала без майонеза с йогуртом. Кстати, вот этой вот кружечке сейчас как долбанется. Вот если она разобьется, я тебе заставлю найти такую же. Мам. Мы не найдем. Это эксклюзивная, кстати, кружечка. Когда еще мы были, жили там, да? Открой люк и этого, как его? Тук-тук и открой люк. Да-да, тук-тук и открой люк. А ты знаешь, кто им работал? Тук-тук и открой люк. Вот как раз-таки Светочка и привезла из Москвы эту эксклюзивную кружечку на ножках. Она, кстати, была в каком-то журнале очень известной. То ли в офисе, то ли еще где-то. Сок пить свежевыжатый. Можешь брашку поставить? Нет. Какую тебе брашку? Тебе висели хочешь? Сейчас тебе устрою веселуху. А потом к самогону. Фу, какой ты. Свежевыжатый сок. Вон сколько уже, посмотрите. Шапочек. Шапочек сколько уже. Кстати, вот не все время жалко их выкидывать. Надо их не выкидывать, а что-нибудь с ними сотворить. На варенье пустим. Пустим на варенье. О, как смачно ты вытавливаешь. А можете себе намазку на лицо. Намазку я тебе сделаю, наверное. В комментариях ты понял, о чем она. Я тебе сделаю чуть позже намазку. А еще таким хриплым голосом это становится вообще вгрожающе. Страшно тебе, страшно. Ну что, я встречу Новый год как подобает. Тихохонько, тихохонько, по-мышинному. Счастье и деньги любят тишину. Так что... Все, я решил куплю соковыжималку. Ура! Отлично, отличная идея. Надоело мне это выжимать. Так, вот видите, почаще нужно мужчин просить помочь. Нежно, ласково просить помочь. И потом мужчины сами догадываются, чего не хватает в доме. Пожалуйста, пользуйтесь. Да, сколько выжималка. Борно нам сейчас. А, кстати, время у нас 15 минут 11. Идем по приборам. Кстати, мы еще ананас не помыли. А помидоры мы зачем покупали? А, по-моему, ананас уже. Мы просто ананас. Я абсолютно счастлива. Дети готовятся к Новому году. А я хожу и снимаю. Муж выжимает сок. Дочь напомазывает на помазки. Другая дочь поздравляет бабушку от всего имени семьи с Новым годом. А я развлекаю вас, друзья. Оставайтесь с нами. И снова 3 сентября. Слышишь, пап? Ты дынешь? Я же тогда, когда Манюшка делала за подарком, у нас в Атриум. А что вы мне подарите? Я пешком от Атриума. А что вы мне подарите? Я пешком от Атриума. Да еб! А это секрет. Так. Я пешком от Атриума. Еще полтора часа. Я тихо шла, шла, шла. Пирожок нашла. Я тихо шла. Я села, поела и снова пошла. И что дальше было? Я пешком от Атриума дошла до Красной площади. Представляете, она шла пешком. И самое главное, что ей это понравилось. Да, кстати. Ветер навстречу дул. Как-то мне неприлично. Сначала же угощают обычно гостей, людей. А я вот стою и сама жру. Как-то вот нехорошо мне от этого. Дай мне. Ну то, что ты сожрешь, я даже не сомневаюсь. А я знаю, как она шла. Волосы назад. Телефон сюда. А телезармин что ли? Меня столько людей смотрело. Вот столько сыра, сейчас она будет резать. Я про сыр вообще забыла. Может быть уже хватит, а? Может уже хватит, а? Может уже хватит, а? Мышка сдохнет! Мышка сдохнет от обжорства! Звука что ли нет? Хочу проститься в старом году со всем плохим. Да ладно, говори как умеешь. Не надо мои мысли читать. Это стоит сколько. На старый год всего плохого, а на новый год отчистим свою жизнь радостью елки, радостью своей жизни, радостью своих близких. И радостью своему дому. Радостью, что ты жив. Радостью, что ты красив. Я вам еще хочу пожелать вот такой вот пышноты, чтобы вам всегда было все легко делать, как и мне. Дорогие друзья, я хочу пожелать вам зло оставить в прошлом, а обиды отпустить и простить. Взять с собой в Новый год только лучших друзей. Счастье, радость пусть сопровождает вас в Новом году. Пусть музыка жизни сопровождает вас долго-долго, и счастье льется каждый день и каждый миг. Ну что, мои хорошие, присоединяйтесь к нашему каналу, оставайтесь с нами, друзья. Нам будет весело, а вам еще веселее с нами. Калинка, калинка, калинка моя, в сад ягод калинка, калинка моя. Заметьте, я пила только архиз. Чего и вам желаю. Кстати, моим бровям две недели. Я Снегурочка, а вот Дед Мороз. Странно, да, что у Снегурочки Дед Мороз дети получаются. Это интересное наблюдение. Надо опробовать еще. А в Новый год мы берем с собой красоту, здоровье, жену не забудьте. Задор. Детей. И старых, и новых. Машину новую. Какой ты уже купил, что ли? Возьмите, главное, с собой смехотерапию. А вот сейчас возьмите и рассмейтесь вместе с нами. Раков берем. Каких с раков? Раков? Раков обязательно. Мы берем всех своих добрых и хороших друзей. А злых всех противных оставляем в прошлом, в 2019 году. Берем только добрых, хороших, любимых. А еще желаю вам научиться прощать, обещать и исполнять. Жить дальше. Просто жить. Жить и радоваться. Как музыка играет, разливаться. Это вас с архиза несет? Да. Архиз. Предновогодний напиток. Тебе полбашки не видно. Знаете, вот на самом деле высокий мужчина есть плюсы и минусы. Много жрет. Как это? Правда. Ну, отсюда логично сказать, еще много пьет. Много пьет, много. Любит свою жену. Тоже много. С наступающим вас. Любви и счастья. Всем пока. Пока. Приходите к нам, гости. Вот таких надо мужчин. Маленьких, плегавеньких. О, красавчик мужчина. Давай рассказывай, что хотел. Стол накрыт. И это все приготовила моя старшая доченька Лиза. И вот еще тортик на десерт. Вот это Новый год, я понимаю. Всех с наступающим и наступившим Новым годом. Моя семья самая лучшая. И у меня муж самый лучший. Всем спасибо. Все свободны.